Здравствуйте, добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – шлах. Недельная глава начинается тем, что еврейский народ послал 12 разведчиков проверить землю обетованную. Причем, если посмотреть, написано, что это было, по идее, вроде бы, Бог даже им сказал это сделать. Мой же посылает 12 разведчиков. Но подчеркивается, что каждое колено посылает как бы своего представителя. Они идут 40 дней, проверяют доли поперек землю Израиля. Когда они вернулись, они рассказали, 10 рассказали, что, к сожалению, мы туда не можем попасть, мы это не завоюем, это не по нашим силам. И только двое, то есть Яшуа и Колоб, сказали, что наоборот, это очень хорошая земля. Когда еврейский народ плачет, и мы получили из-за этого 9 авгу. Это наш черный день еврейского календаря 9 авгу. Разведчики вернулись 8 авгу. Они дали свой отчет. 9 авгу весь еврейский народ плакал. И тогда Всевышний сказал, что поскольку вы плакали без причины, без настоящей причины, то теперь каждый год у вас будет 9 авгу. Это черный день, это тот день, когда были разрушены оба храма. Это тот день, когда каждый год что-то может случиться. Надеемся, что в этом году у нас не будет этих законов. Ну, те, кто помню, с прошлого года, с позапрошлого года. Это вот эти три недели, и потом 9 авгу, это как бы черный день календаря. То есть это из нашей недельной главы. То есть трагедия еврейского народа. Трагедия еврейского народа, которая случилась более 3000 лет назад, и мы с тех пор мучаемся. И хотелось бы немножко посвятить, потому что на ошибках учатся. И одна из причин, почему еврейский народ каждый год отмечает этот день 9 авгу, чтобы мы исправили наши ошибки. Хотелось бы, учитывая, что это наша недельная глава, и на самом деле сам день 9 авгу не так уж далеко, хотелось бы посмотреть, где же произошла ошибка. Где же евреи, что, как это произошло, что такое страшное событие произошло, трагедия еврейского народа. И надо обратить внимание, что мы не говорим просто каких-то там 2 или 12 каких-то непонятных индивидуов, пошли, пошли, посмотрели. Каждое колено избрало от себя посланника, которому они доверяют. То есть они были великие люди. Раша говорит, что когда их послали, написано, что пошли 12 мужей, подчеркивается, что они были, и он собрал 12 мужей, то есть Анашим. Анашим – это не просто пошли 12 солдат, они были великие люди. Тоже надо не забывать, кто были люди, которые плакали. Еврейский народ, мы все равно говорим еврейский народ, еврейский народ, еврейский народ. Они чуть больше года назад вышли из Египта. Чуть больше года назад они вели 10 казней, они пережили через это, они вели казнь первенцев, они прошли через море. Они были на горе Синай. Они год назад, они были на горе Синай. То есть это люди, которые были близки к Богу, и никогда такого поколения не было и больше не будет. Поколение пустыни в книгах мудрецов называется Дордея – поколение знаний. Потому что люди, которые слышали Бога, они видели, они, самого Бога человек не может видеть Бога, но они видели все, что может человек увидеть. То есть это был Дордея, который послал 12 великих людей, и произошла такая трагедия. То есть где-то что-то не то произошло. Как всегда я в таких случаях предупреждаю, что ни в коем случае мы никогда не сможем понять полностью, что произошло, поскольку мы говорим о таких великих личностях. На нашем низком уровне, мы так далеки от всего этого, мы никогда не сможем полностью понять, что там произошло. Но уроки для нас, конечно, мы можем вынести какие-то уроки, чтобы на нашем уровне понять, что произошло. На нашем уровне. И вынести уроки, чтобы мы этого не допустили, этих ошибок. основная ошибка если просто читать то что написано люди пришли интересно где все 12 посланников разведчика не видели одно и то же не вилет на тоже кроме этого не было обмана нет такое что знаете пришли например 10 рассказать что мы видели так то и так а я шумину эколога это неправда не было такого не было лжи то есть все 12 разведчиков пришли с одной и той же информации просто 10 разведчиков видели и восприняли эту информацию одним образом два разведчика яшо и и колы не восприниматься по-другому они видели и по-разному хотелось бы немножко уделить времени вот это когда человек видит у нас русском языке с очень много кстати тоже глаголов данных как там на ваш взгляд люди так разговаривать на всякий заказ мира я не знаю все языки мира но те языки которые мы знаем в том языке на других языках слова видеть смотреть на ваш взгляд как мне видно да если если тресла посмотреть это мой любимый выражает трезво посмотреть на с мы видим смотрим не обязательно глазами люди так говорят что мы воспринимаем информацию потом мы ее перерабатываем и потом основываясь на эта информация которую мы приняли мы принимаем решение это происходит каждый день много много раз иногда эти решения не такие глобальные большие там решение не забраковать куда поехать да где купить что-то и так далее это может огромное решение это может быть решение жениться или не жениться выйти замуж не выйти замуж там окна будет развестись не развестись куда детей послать где купи какой дом купить где на работу устроиться куда уйти мы принимаем решение и обычно мы принимаем решение основывается на ту информация которая у нас есть мы надеемся что она правдива информация людей спрашивают знакомых спрашивает и человек должен предложение посмотреть осознать и принять решение и в нашей недельной главе очень хороший урок как это не делать как это не делать давайте посмотрим может быть чего-то можно учиться как же это произошло что они допустили эту ошибку так один из очень интересных комментариев который не такой раз может быть распространенный он очень интересный и вот цитирует это был хойзом и люблин хойзом и люблин из великих и соседских рабов вот кличка была хойзо хойзо это пророк не пророк это зрячий хойзо это человек который видит здесь у него дали такую кличку кличку да так он когда он жил он видно было что человек видит значительно больше чем простые смертны и он провел очень интересную параллель который не бросается в глаза когда ешуа в бену и колы пришли со своей информацией сначала 10 разведчиков сказать что там все очень плохо и страшно и в этих разведчиков нет твоего там такая фраза земля хороша я думаю большинство моих зрителей знают это слово особенно израильские зрители то и мы от мы от я все знаете в школе в израиле школы учатся тов мы от да а тут не просто тов мы от а мы от мы от если вы помните когда бог сотворил мир что это был идеал да там написано первый день написано той той он видел что бы он вешал хорошо хорошо конца сотворение мира бог сотов мы от очень хорошо когда яшуа возвращается израиль не горит его от мы от очень очень-очень редко чтобы мы от но он очень-очень они даже в земле было очень-очень хорошей хой за мир и блин говорит знаете где мы сейчас встречаем такое выражение очень очень-очень какие вот такие вот хотя легко найти 44 4 глава 4 мишна очень круткой мишна мишна говорит рабелевитас иш явно оймер редко встречается этот раввин рабелевитас духовный доставник из явно говорит он говорит мы от мы от очень-очень ави швал руах шварок разные переводы или это скромный человек или человек который спокойно швал руах это низкий не высовываться не очень простой скромный человек 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 должен быть таким вот но и и похожие слова какая связь софада комментарии говорю четырестую вещь если человек хочет действительно правильно понимать что вокруг него происходит действительно понять что происходит как на самом деле я должен быть очень скромный и не чувствовать это свое большое я и за чек приходит он если хочет понять и вот я хочу понять вот мне кажется я это большой я это большой я портит всю картину ну что если вы смотрите вот как я чек все испортит потому что у человека в этом большом я у человека есть свои в недостатке человек свои есть что вы больше нравится что у меньше нравится его настроение какому было строение когда он смотрел где его больше за платье да как этот большой я все портит чем человек спокойнее ниже более смиренный чем его глаза опять я говорю глаза на самом деле этого глаза чистки видят они им ничего не 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 туманно они видят на самом деле есть так мы вот поэтому я шоу и колы когда они пришли они увидели что земля хороша мы одно вот что они могли это видеть интересно что торгом и он если перевод тора на армейский язык в любом классическом хумыше в рот простое связывайте простой хумыш пятикнижа там обычно на иврите и перевод на армейский это обычно это перевод унклс был перевод унклс более таком серьезном издании обычно есть еще один перевод на армейский йойнесен йойнесен бену зиль таргом йойнесен он был великий ученик гилеля о нем рассказывает огромный тык он был величайший ученик прям когда учил тору пламя из него шло и он написал перевод торы на армейский язык общепринято даже не на сто процентов мы знаем ли это его перевод ну общепринято его перевод в отличие от унклс а он нет только дословно перевел он немножко добавил свои кабы объяснение в этом армейском и когда начале недельной главы можешь и посылает эти 12 разведчиков там написано что он учитывая что я шоу был его учеником я шоу звали еще я больше дал я шоу имя елшу торгом йойнесен пишет что мой шоу видишь что я шоу скромный и поэтому дал ему эту броку видишь что действительно то есть армейский говорит что я шоу таки был скромный человек который колом и вернется кучаться колого как бы не было сейчас мы посмотрим про головы тоже но мы видим что если человек действительно хочет понять действительно ситуация как она на самом деле надо постараться забрать свои личные заинтересованность свое личное что я хочу что мне кажется что вот я и тогда очень много интересного еще понимать задается интересный вопрос вопрос почему вы не подумали этом вопросе приходит 12 человек послали 12 разведчиков 10 человек говорит так два человека это кому верить почему евреи такие плохие есть закон когда вопрос мы идем по большинству это в торе написано закон не только в парламентах придумали такие законы да закон в торе что когда принимается решение идем по большинству я скажу еще интересный вопрос многие во многих эпоха во многих временах очень часто многих рабином дровинах задавали вопросы люди не нашей религии вообще евреи ваша шторе написано тега большинству посмотрите в мире кого больше людей которые верят другие религии или вас даже конкурса нету да ну посреди статистику так все вопрос хороши на мне как-то ответить действительно почему вот вернется и к нашим разведчикам а теперь стали себя очень интересно если человек приходит и у него все туманно писали себе олимпиада или там что-то происходит конкурс по фигурному катанию выступает фигурист и жюри жюри обычно там из разных стран допустим 12 людей из жюри и до нас людей все они смотрят как он выступает все замечательно и например 10 членов жюри говорят одну вещь а два человека другой ну так все сто процентов 10 там оказалось что 10 из них забыли очки дома не близору так скажите пожалуйста если 10 из членов жюри забыли дома очки так у двоих они были таково мы слушаются большинства они ничего не видят они они просто они они близору ки них они не специально может быть они думают что они видят и не понимание дают себя отчет если человек неправильно смотрит на мир не по своей может быть вине нет это не если два это 20 теперь учитывая что я вам сказал что чем человек более покорный чем скромнее тем это лучше это теперь тот факт что когда их послали подчеркивается что они были великие люди они были а нашим для тех которые не понимают ситуации это их все испортил забит вопрос интересно написано что но если раньше говоришь и когда их послали не бриться диким потом другом если раньше говорит что как они пришли с плохими намереваниями так они уходили как они с самого начала они собирались раньше говорит написано что они пришли они ушли пришли наши вот как они пришли с такими нехорошими намереваниями так они когда уходили они сразу так уже замышляли что случилось сначала раньше нам сказал что выбрали 12 садик там наши говоришь а 10 из них уже сразу Намеревались что произошло Когда их выбирали Они были простые, смертные Когда их выбрали Я представитель своего колена Меня доверяет Я великий человек Я непростой Ейшуа, который был скромный Он не повлияло У него зрение Не испортилось Я не прохожу на личности Они великие люди я не хочу для нашего поколения как на те люди им скай вот и такой вот такой великую замечательно рассказывать полушутку да был один бедняк бедный несчастный и он выиграл много денег в лотереи он на последний день купил билет и его друзья узнали что выиграл нет узнали посередине ночи они пошли в этот подвал там ужас грязь все стучат 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 вот там свечку зажег говорит что что такое что рабинович ты выиграл 5 миллионов и вы меня посредине ночи такого человека миллионера посредине ночи разбудили как вам не стыдно за секунду правильно шутку да нам нам бы его проблемы правильно но в реальной жизни сколько раз бывает и вы избрали человека простого до простого че простой человек сколько мы знаем из наших знакомых были хорошим не часто рассказывают что вот у меня были хорошие знакомые хорошие родственники ну что-то в жизни изменилось они стали или богаче или или умнее или выше по положению все они уже люди меняются дома того что люди меняются взгляд их на жизнь тоже меняется и это была проблема в отличие от яшуа и колова который взгляд не изменился 10 этих праведников мы конечно не были праведники но они испортились и они видели жизнь неправильно кстати одно из объяснений что же действительно почему они действительно неправильно это видели действительно есть комментарии которые говорят что они просто испугались что когда мы в пустыне есть вес к нам в пустыне мы великие люди тогда когда они зайдут в израиль они разойдутся по всей территории земли израиля каждый пойдет свой колхоз и не будет великих не велики все будет себя дома сидеть они кого потеряют свою власть и поэтому они неправильно видели не были заинтересованные люди они неправильно видели то что они видели поэтому первый первый опять таки первый важный важный урок нас никогда в розетку не посылали правильно но мы сами с собой должны быть очень честной когда мы принимаем решение очень многие люди принимают это решение иногда мы спрашиваем своих знакомых она мы смотрим и не уверен мы за детьми и мы спрашиваем спрашиваем своих знакомых на знаете от того что часто люди говорят ну как это я все мои друзья так считаю но конечно поэтому они твои друзья конечно твои друзья так считают уж они твои друзья у вас у вас у всех не те очки и по это то же самое с точки зрения с разные религии то человек на самом деле природную игру природность и бог бог создал каждого человека каждого еврея не еврея у него очень достаточно ума все понять на самом деле тема отдельного урока почему торой хочет от каждого еврея чтобы он верил бога какие-то великие философы философы греческие не верили бог кто может быть лиги философы греческие философы которые были такие умны и они верили непонятно в кого а простой и животник 13 летний парень должен верить бога эта тема на самом деле отдельный урок но одно из простых объяснений на самом деле простой 13-летний парнишка него достаточно айкью у него достаточно мозгов есть голове чтобы все понять проблема в том что иногда человек надевает не те очки у него надо просто очки вытереть если человек заинтересован чем-то если человек он его потому что свой имидж если понимать я представляете я прямую до из уже вы мне все скажут но если человек забудет о своем я отодвинет сторону все свои заинтересованности и так далее да он видит правда это первая первая ошибка наши начали наши недельные главы вторая часть райт тоже часть интересная часть тоже весь не чем это можно исправить когда я шо шоу исправить и объяснить когда я шоу шоу израиля написано что они вошли в хеврон там почему написано в единственном числе и вошел евро на иврите там можно менять немножко глагола в единственное число множественное число раньше говорит вошел только колов хеврон халэйв он оставил их всех и пошел хеврон помолиться что в хевроне хевроне это похороненный авраам и все наши правоцы похоронены хевроне халэйв пошел помолиться почему он боялся что он не устоит он понял что ребята ну замышляют и он испугался что он подастся но пошел помолился получается за него шоу помолился его рабе мойша был его учеником халэйв сам пошел за себя помолиться кстати мы понимаем почему я шоу не пошел чужие вместе не пошли живу за него уже помолились халэйв понимал что ему надо самому он пошел он оставил компанию пошел хеврон помолился так еще один хороший рецепт увидеть и правильно принять решение на богу попросить попросить бога помолиться ашан открой мои глаза я хочу понять правильно принять решение у нас нет в наше время к сожалению нет урины в этом времена храма храма 1 храма втором храме уже этого не было на первого храма были украина были урины туми это не бурим и тумы вы не могли прийти урим и там спросить где картошку купить подешевле урины тумы это был общенациональный вопрос какой ты должен быть в общем национальный вопрос вот идти на войну не идти на войну и так далее были уриты напрямую можно было спасти всевышнего были пророки были велики раввины наше время такого нету есть раввины которые можно с ним посоветоваться конечно и добавить ситуация человек находится какой-то ситуации у никого спросить не кому позвонить google не спросишь надо принять решение на том лице попросить бога чтобы увидеть правду и принять правильное решение первое брахаш манайсре после трех вступительных брахот на нашем молитва амеда у нас есть 18 которые на самом деле 19 благословений мы три вступительных богом отцов наших оживляющие мертвых святой первое когда мы начинаем просить просим ум чтобы мы как мобильный у нас ум знание первое что просим это ум утренние благословения когда мы утром благодарим не просим благодарим бога утренние называется бирхата шах и посыпаемся утром и благодарим бога что петух различает между между днем и ночью на самом деле это мы благодарим бога за ум мы благодарим бога даже за петушины из комментарии почему если мы благодарим бога и было такое выражение куриные мозги правильно нет большой комплимент мы утром на самом деле большинство комментарии говорят что когда мы утром первое благословение говорим что тот то дал бину понимание петуху разделить между днем и ночью так это мы бы говорим богом спасибо богу говорим даже за такие мозги тоже говорит за наши мозги потом мы говорим спасибо что не сотворил меня этим 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 первое благословение которое мы после этого говорим открывающий зрячих слепых открывающие наши глаза из первые что мы просим и мозг глаза мы всегда уже по другому жить нельзя человек может не дай бог хасвэ шалом человек может жить религиозный очень религиозный он что соблюдает в полном тумане он соблюдает все машинально ничего не знаю его спросить ничего не знаю потом страшная история бывает когда в семье которая вроде бы религиозной семьи дети предстоит быть религиозными непонятные истории случаются люди которые вроде бы все соблюдали такие страшные день вещи делают да непонятно их их мало этих историй понятно что как что-то такое случится все ну массовая пресса сразу хватается вот смотрите вот этот религиоз вот вот это наверное во вторе научили нет просто возможна ситуация когда человек находится своем коконе в своем облаке оболочке ничего на самом деле не видит это сможет даже даже и соблюдает но он на самом деле у него нету не бина у него нету не не ума неправильного не не зрение и случаются сразу неприятные истории этому то что мы должны просить всевышний чтобы мы видели правильно третье это уже не не связано с началом недельной главы если посмотреть конец недельной главы очень интересно очень часто комментарии пытаются соединить начало и конец недельной главы сейчас как-то интересно получается что начало конец недельной главы шлах это был митсва цицит митсва цицит это знаменитая митсва мы носим евреи носят мужчины не женщины мужчины носят эти кисти 4 4 угла более знаменитый это талит или даже вице цито но принято носить каждый мужчина принято носить цицит под под рубаха под все-таки в эти кисти и когда вы посмотрите это митсва очень интересно митсва митсва написано что уры и вы должны их увидеть почти нет других митсер на что-то увидеть они сам отказа знаменитыми смотреть на здесь митсва что сказать иногда иногда надо что-то скушать очень часто на что-то сделать мы надеваем филин цицит надо его повязать и смотреть на него приводится в книжка проза книжка что я сам просто ничего делать вы должны вспомнить былые времена в циците была синяя нить наше время большинство не носит синие мы не потеряли вот это было и вина просто было это синяя нить люди просто смотрели на цицит это должно напомнить о чем ураисе мой опять-таки если урок уже прошло насчет смотреть давайте теперь как смотреть на на что теперь смотреть митс написано когда вы сможете на цицит она помогает просветлить глаза так приводится если человек хочет принять решение добывать посмотрите на эти узелки как она работает интересно какая смазал цицит это вас есть у мужчины если узелки это ему напоминает что он связан связь с кем с богом эти узелки кроме всех объяснений когда там число узелков соответствует разным цифрам есть очень много интересных объяснений вы можете посмотреть откуда берете число 613 эти узелки нам напоминают о нашей связи с богом само слово цицит некоторые перевода слова цицит как кисти на самом деле раз приводишь мейтс на святом языке мейтс это глядеть выглядывать мейтс это смотреть самится посвящена чему-то смотреть на что мы смотрим на что мы привязаны к богу же мы его как бы рабы и соответственно чем когда вспоминает что он не такой великий могучий так далее это его успокаивает скромный да может видеть красу настроил раз у нас то человек настраивает свои объективы на камере надо строить на соб있и там postsぐeesит iyi правы на packer чем посмотреть на ци цвета вспомнишь что он связан с богом человек это все вспомнить правильный ум не успею да сможет правильно смотреть унизелiman сможет правильно смотреть нами когда он действительно увидит что он связан с богом царь давид тоже интересно сайт давид он был царем он был святой написано что всегда аллаха как царь давид если царь давидом нет некоторые всего изречения где-то и море приводится всегда аллаха как он он был кроме того что был великим полководцем и так далее он был очень великим равен приводится в гимаре разные истории когда он помогал людям просто аллахическом был равен так он в тыли можете посмотреть 119 псалом 119 самый длинный псалом и там 37 фраза отврати глаза мои от созерцания суеты можно по-разному привести или суеты или пустоты шабе не дай моим глазам увидеть пустоту суету простоту почему что если точно так же как если взять какой-то очень дорогой прибор дорогой нож вы будете тем ножом дрова рубить да он испортится наши глаза если люди смотрят на всякие глупости я не говорю вещь на которой нельзя смотреть запрещенная вещь не дай бог сказ вы шалом смотреть вещи которые запрещены по торе я свечку не за них смотреть не культурные так далее просто простые вещи глупые вещи она засоряет даже как в кондиционере да там есть фильтр его надо иногда меня те люди которые не знают что фильтр есть кондиционер портится ломается в машине тоже людям возят машину в этом что ломается нижнюю не рассказал там косой спитами менять чинить да у нас на глазах нету фильтров или мы смотрим куда не надо или загрязняются глаза опять-таки нет ни не не даже все соглашу есть всех смотрит глупости которые запрещенные стопроцентно портим даже просто глупости сарь давид суету глупость и люди привыкают смотреть эти глупости там все мы привыкаем смотреть глупости потом нам тяжело когда нам действительно реально посмотреть принять решение у нас голова забита чем знает чем попало мягко выражает да и потом это да у тебя что царь давид царь давид царь давид который был 11 веский пророк и он помолился попросил бога чтобы я не видел суету пустоту и тогда это тоже одна из вещей которую надо иметь в виду если человек действительно хочет не терять свое зрение я не говорю физическое зрение духовное зрение видеть действительно правду человек особенно в наше время у нас технический прогресс да можно то посмотреть это посмотреть там расслабиться и так далее люди которые этим всем заниматься вместе и них потом они теряют терять свое духовное зрение неправильно потом смотрят на мир наше время опять я-то приведу только как пример не ничего не тоже не говорил что я пропагандирую иногда можно посмотреть два канала назовем это телевидение которые например рассматривают одно и то что то произошло в восточной европе скажем так если кто-то обманывает фальсифицирует информацию знание там можно конечно можно прокрутить там ролик где-то там есть летней давности когда бомбили харьков да все можно вопрос если все честно все замечательно все честно показывают и один канал рассказывает так точно те же самые события рассказы совсем по-другому и вы смотрите как так может быть чем нормальные люди хорошие я не знаю я права не прав те они и каждый из книг рассказывают то что я вижу сейчас такое может быть два человека они видят смотрят одно и то же и беды разные вещи шутка про шерлок холмса научи хорошо показать что мой карачек может видеть и не видеть скажу шерлок холмс доктора ватсона пошли гулять по англии турпоход и они там пошли спать они просыпаются ночью шерлок холмс говорит ватсон вот если посмотрите сейчас на небо что вы можете определить смотрев на небо ватсон говорит ну во первых я сразу вижу сам большую медведицу маленькую медведицу можно определить что мы значит наш поход мы идем сейчас на северо-запад мы сейчас спим немножко в сторону востока луна немножко слабо прикрыта немножко облаками поэтому возможно будет дождь я буду смотрю там вот и венера очень хорошо вакса у нас украли палатку произошло они оба смотреть может видеть один видит звезды венеру шерлок сразу больше мы не должны нас палатку украли и так в жизни очень часто когда человек идет как это объяснить сутки шутками на человек погружу свое и он видит то что хочет видеть чем низко у них он не специально никто не хочет принимать неправильные решения никто не хочет принимать решение там жениться покупать что-то поступить на какой-то институт и потом мучиться всю жизнь не говорю от есть куда я смотрел куда я смотрел да да не хочет писали это делать поэтому ну к слову давайте повторим повторим первое это когда человек пытается максимально отойти от себя это я большой надо усмиренно постараться действительно убить информацию не смотреть как я ее как я ее вижу а скромность тоешу вторая вещь это то что молитва если честно хочет правильно увидеть на просто помолиться не надо стесняться есть такая кого немножко тенденция кабача ну прям я буду беспокоить бога знать я там хочу хочу себе купить пару туфель я думаю магазин не знаю мне поставили те туфли эти туфли так помолиться можно помолиться ничего страшного не надо может не надо целый день посвятить таилим но можно просто на минутку сказать всевышний помоги я на любом языке причем увидели правильно тем более какие-то серьезные когда решение принимает человек и цицит сейчас мы увидим кстати бедные женщины которые не носят цицит каши с ними теперь будет цицит нам напоминает это убить эти узелки цицит нам напоминают эти узелки которые напоминают что есть бог на свете интересно что в недельной главе если посмотрите самом конце то что с конедельной главы было недельная глава это процессы перед ней тоже короткий этот отрывок называется когда мы кончишь вы хочет он собирал хворост один еврей не приводится кто он был такой он нарушил субботу и он был наказ короткий отрывок тары тема урока про шаббасов как он был наказан почему на это сделать чем руководство но сразу после написано вот вот он был наказан он нарушил субботу его убили его казнили сразу после 20 наше договори что мой еще комментарий га шар мой же пришел к богу я смотри всевышний посреди недели нас есть филин мы надеваем филин не забав был и времена филин на стиле везде наше время мы не носим или ночью не все запретили нас и днем и время молитвы одеваем шахарис и все выберем на и выехали в филинах мы были привязаны физически с богом если вы представьте нам попросили великого художника нависовать картину доведом эллах ну всех сразу ассоциации там заметные статусы доведом эллах а правильно на самом деле доведом эллах если хоть немножко представить первое что вы должны его представить что у него был филин на голове уже он был царь что будет у него был филин на голове и на руке кроме этого у царя была маленькая тора всегда с ним талисман как называть это это первое первое что когда вы приходите немножко представить до я дам эллах у него был филин когда он шел на войну на него снимал потому что она вообще в целом все времена каждый человек последние недели носил но был привязан бог шаббес евреи не носят филин больше сказал богу ашам сейчас обшабы с нас с тобой ничего не связывает самом деле сама суббота нас должна связывать так можно попросил всевышнего нам дали митцу цицит шабос нас есть хотя бы цицит эти узелки нам напоминают что мы привязаны бог когда человек сильно чувствует что он под богом ходит в смысле этого слова и когда человек помолится короче роги спите на захочет увидеть так к мест без своих своих желаний любит правда любой смертный говорится любой простой человек не самые умные не самый такой он убит рады он сможет принять даст бог с божьей помощью принять правильное решение очень часто хочу немножко добавить иногда люди принимают решение действительно и потом они видят что катошно создают печальщику была ваш ошибка нет надо бываешь у всевышних хотя бы приняли правильное решение но почему то так пошла жизнь бывает такой почему это вы купили действительно купил дом пример купил действительно человек до поспрашивал узнал иск не помолился а потому что в этом доме что нет никто не знает что для тебя хорошо что плохо но в целом обычно если кто-то хочет действительно увидеть мир как положено как он на самом деле это то что надо сделать теперь я сказал что что женщинам про цицит когда вы посмотрите про цицит написано еще одна фраза что надо делать это надо смотреть на цицит потом там написано другая фраза будет она у вас цицит и глядя на нее вы вспомните все заповеди то написано и не будете следовать сердцу вашему и о чем ваш очень интересно там есть запрет тоже положительная заповедь это носить цицит и смотреть на цицит есть запрет следовать своему сердцу сердцу это написано то приводится что это может породить всякие неправильные взгляды на жизнь апикоэрсус люди люди отходят эдуизм и так далее балхон васерман говорит обычно когда человек думает вопросах религий не дай бог хас вешалом человек отходит от торы или у него какие-то подозрения я бы скажу это вопрос для для ума да если человек человек там думает у них это сомнение может действительно что-то может кто его знает это у него проблемы лишь проблему него неуверенность с умом почему-то говорит не следить свой сердцу опять-таки рыбалка на говорит ум у каждого есть правильный не надо не надо говорить о я не такой умный не так воспитали каждый человек только вы даже имеет очень хороший ум у кого больше у кого меньше само собой разумеется есть такое выражение и до шоков даже с маленький и дыши коп у них у нас есть достаточно ума все правильно видеть на сердце иногда сердце говорит неправильно как человек чем например боится до чек над меня привык что-то кушать не буду говорить что там он близится нож как религии вы рассказали да действительно смотри дать тора бога начинает понимать я не смогу это кушать и вдруг у него столько вопросов про религию это может на самом деле а кто а как это доказать а кто его знает может быть не дали тору на горе синаи может быть откуда они эти сомнения пошли из-за его ума или из-за его сердца хочу уже искать из-за его желудка откуда эти сомнения пришли стать очень интересно я читал приготовление этого урок я посмотрел хайма каневского покойного есть небольшая книжечка разные у него там как бы статьи о разных чертах характера я просто давай посмотрю скромность она учитывая что то вещь которая открывает глаза да и по сути что у него написано в последнем абзаце он пишет от своего отца стапель великий стаплер гаон он говорит что любой человек у которого есть сомнения веры не просто религия у него вера шаткая он не не до конца верит в это ему тяжело у него проблемы у него гордыня какая-то есть чем у которого нету гордыни у них не будет сомнений как он говорит великий раввин если у кого-то есть сомнения которыми он гордится часто бывает да я да я закон должен всю тору прочитал человек это за своей гордыни приходит он начинает и потом и не докажется мне ящик я так считаю тут это кто-то что ты статуя говорит что любой человек то есть какие-то сомнения что у него какие-то есть зачатки до что гордыни если человек возьмет свои свой ум он как будет контролировать свое сердце он откроет свои глаза протрет свечки все мы увидим про правду не сидим мы приобрели правильное решение мы действительно будем тебе это самое большое счастье качество принимает правильное решение счастливый человек никогда не жалеет это правильно поступает счастливая жизнь поэтому даст бог с божьей помощью когда все это произойдет действительно 9 а в даст бог ставят праздник на самом деле 9 вас должно стать праздником каждый год надеемся что вот в этом году это случится а действительно надеемся если наши все евреи действительно удостоятся что у нас будет праздник еще один праздник 5 авуш мы вместе удостоились у нас чтобы был храм который будет действительно урим в туме мы действительно можем спасить спасить будем всевышнего как принимать решение всего хорошего до встречи